Мы на месте. Мы приветствуем Анастасию, интересуемся, готовы ли она к проверке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса? Она уставшая. Да, она доверит. Хорошо. Я даю команду на счет три. Скэнер начинает сканировать пространство над головой Анастасии и под ногами. Она уставшая, люди вокруг нее разочаровывают ее. Она хочет сделать их лучше. Она чистая. Каналов нет? Нет каналов. Хорошо. Какие-то энергии, что ей мешают? Разочарование. Разочарование. Не знаю, если с энергией разочарования, конечно, трудно жить. Мы можем ее попробовать убрать. И я включаю Анастасию внутренний белый свет. И на счет три. Начинается выдавление всех негативных патогенных энергий. Разочарование, страха, гнева, ужаса, сердитости, досады, напряжения, отторжения. Все это негативное патогенное выходит из ее биополя и формируется перед ней в шар. Ну, такая информация идет. Вот то, что из нее выходит, это то, что она, ну, как сказать, много на себя взяла, что ли. Перегрузила себя. И у нее усталость от этого и разочарование. Ну, это можно перегореть очень быстро. Есть такая болезнь даже. Burn out называется. Поэтому не стоит на себя, наверное, много взваливать. Именно ту ношу, которую в состоянии нести. Как вы думаете, Анастасия? Пока вы не справляетесь, поскольку ваша энергия находится в не совсем таком хорошем цвете. Считай, Верочка, пожалуйста, сколько энергии у Анастасии и какая частая вибрация на настоящий момент? Ну, и 90. И? И 19. И 19. Хорошо, я вижу, человек работает над собой и так далее. Это уже хорошо. Продолжайте, Анастасия, но вы должны по-любому научиться сбрасывать все эти негативные энергии, эмоции, как мы сейчас вам показали. Ей не надо разочаровываться за кого-то другого. Ей нужно научиться своими энергиями руководить. Все верно. У каждого человека есть. И дать каждому свой выбор. Да. Дайте каждому свой выбор. Анастасия, вы, честно говоря, даже не имеете вправо вмешиваться в этот процесс, если человек не хочет или не может вас услышать на настоящий момент благодаря своей... Она хочет как лучше это и разочаровывать. А лучше, Анастасия, это когда вы себя чувствуете лучше. Если вы себя чувствуете плохо, так это не лучше. Вы не можете вложить свои мозги другому человеку в голову и свой жизненный опыт. Человек сам должен это пройти и сам понять. Вы должны дать ему свободу выбора. Если вы это человеку дадите, у вас никогда не будет никакого разочарования. Каждый человек сможет только то сделать, на какой ступени он развития находится. Понимаете? Вы ставите всех людей на одну ступень. О, там все мы разные. Кто-то лучше понимает, кто-то хуже понимает. Кому-то это нужно, кто-то, наоборот, этого не хочет слышать и видеть. Вы должны это просто принимать, как оно есть. И когда такие ситуации случаются, сделайте глубокий вдох. Три секунды подержите и выдохните на четыре. И сделайте таких три-четыре раза. И как вы только успокоитесь, вы опять, вы сама и есть. А так вы кто-то другой. Вам понятно это, что я объясняю, Анастасия? У нее, наоборот, чувство сожаления. Что люди вокруг нее, не все понимают, как это важно. Я объяснил Анастасии, что люди не в состоянии некоторые понять, как это важно. Из-за развития своего. Ее информация идет, что она личным примером может показать. Если она будет позитивно настроена. Кстати, очень хороший привет. Объявлена какими-то новостями или событиями. И будет ровно воспринимать и адекватно. То есть это больше поможет, чем сожаление. Здесь добавить нечего. Это, наверняка, информация идет от куратора. Благодарим его. Хорошо. Шар большой, да, Верочка? Шар есть, да, не очень. Открывается портал в галактическое ядро. Этот шар улетает на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Давай поднимем Анастасии энергии вибрации. Посмотри, пожалуйста, сколько энергии, какая частая вибрация, максимально комфортная для Анастасии в настоящий момент. 350. 26. И 26. И на счет 3 в макушку головы Анастасии начинает поступать 7 высокоибрационных потоков по 350% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняет, усиливает. Все необходимые цвета ей начинает поступать, мощность потоков усиливается. Чистота ее вибрации поднимается до числового значения 26 Гц. Пошел подъем. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Хорошо, Анастасия, я постою с вами, а Вера сходит за вашей дочкой Майей, и мы поднимем ее сюда, а потом почистим ее. И, Вера, я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 2017 года, воплощенную на Земле. 1, 2, 3. Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Майя выходит из биоробота, становится рядом. Если в биороботе присутствуют голограммы, копии, подключки, все это выходит и становится видимым. И рядом кто-то стоит. Проявляется эта сущность рядом. 1, 2, 3. Дракон. Дракон. Берем его в сетку. 1, 2, 3. Защищаем физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Майю в защитный скафандр на время работы с тонкими телами и вместе с драконом и Майей поднимайся в комнате диагностики. Пошел, подъем. Мы на месте. Отправляя дракона в клетку-тюрьму. Готова. Обращаюсь к Анастасии. Дает ли она разрешение на чистку Майи? Дает. И я даю команду, значит, 3. Скэнер начинает сканировать пространство над головой Майи. Под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует систем тонких тел Майи. Находит все. У нее спрут на голове. Синхронизирован с ней сильно. И черт в ногах. И черт в ногах. Как я и сказал, 3 интерферента. А мама думала, чистит ребенка или нет. Хорошо. Так. Считает цифры над головой дракона. Снимаются все маски и голограммы. Дракон предстоит в первозданном виде согласно своему эфирному КУДДНК. Ну, сейчас нормального дракона я вижу. В общем, это как голограмма. И он больше на крокодила был, чем на дракона похож. Просто стоял со стороны и наблюдал. Сейчас пришел большой дракон. Считает цифры над головой. Синий. 1027. 1027 дракон. Что ты делаешь в биополе пятилетнего ребенка? Наблюдаю. Наблюдаешь? В каком плане наблюдаешь? Тебя кто-то просил наблюдать за ребенком? У тебя есть подключки к нему? Контракт есть. Контракт? Да. Так, дракон. Ну, ты понимаешь, если ты мне сегодня сказал неправду, то ты пожалеешь об этом. Я проверю. Я же не такой наивный. Не знаю, я уже видел разных драконов. Это очень легко проверить. Конечно, мы проверим. Конечно, мы проверим. Мне прошлую жизнь показывают. Хорошо. Что там он тебе показывает? Поставь монитор. Это Азия. Азия. Китай? Китай или Япония. Не знаю, это женщина, но она с саблей почему-то. Воин. Какой год? У нее белое лицо. Какой год? 1435. Белое лицо – это, скорее всего, Япония. И она как прыгает с этой саплей в каких-то движениях, прыжках. И она заключила дракон-контракт на приобретение сверхспособностей, силы, ловкости, мастерства. Или как это было? Ну, вот именно летать. Именно летать она хотела. Хорошо. И ты ей дал эту возможность летать, преодолевать притяжение Земли? Она добилась, что хотела. А расскажи, как она летала, Вера. Ну, покажи. Я хочу посмотреть, как она летала. Он показывает прыжках. И на сколько она метров прыгала? По деревьям. Да, у нее была невесомость. Сколько метров она могла пролететь? 5-6. Ну, это много, действительно. Это большие. А как ты это делал, дракон? Другие времена были. Ой, я тебя прошу. Все времена одинаковые. Сколько тебе лет, дракон, в человеческих годах? Вот в твоей душе, скажи мне. Тысячи. А мои 50 тысяч. И ты мне говоришь. Мои тысячи. Тысячи. Вот я и знаю, что тысячи. Поэтому будь любезен, ответь на мой вопрос. Какой вопрос? Ты сказала, другие времена были. Какой вопрос? Как я это делал? Да. Она меня видела. Хорошо. Это был ответ. Как ты мог ее притяжение Земли? Как ты эту силу выключал? Как мог? Ты ее поднимал в этот момент или как это было? Он показывает на вот эту голограмму. Были определенные помощники связанные. И как она заплатила за эту услугу, скажи мне, дракон? Чем она заплатила? Вот этой саблей, кого протыкала она. Не забирали. Я вижу, у нее рукоятка дракона в этой сабле, которая у нее в руках. Они забирали эти души. Вот это был контракт, да? Да. Хорошо, дракон меня устраивает. Такой ответ. Спрут. Дракон, как долго ты находишься в Ебиополе? Он говорит, что не было, есть. Что не было, есть. Контракт. Я говорю в прошедшей форме, потому что буквально через 15 минут я все аннулирую. И ты будешь стоять и присутствовать при этом. Говорит то, что есть. И я говорю то, что есть. Я считаю, контракт был, потому что ты уже мой заложник, а все остальное технические вопросы. Как долго ты находился в Ебиополе или ты просто присматривался? Присматривался. С рождения присматривался? С рождения. Даже раньше. Даже раньше, когда еще она не появлялась. Значит, за мамой присматривался. Хорошо. Спрут, как долго ты находишься в этом Ебиополе? Здесь вот с рождения месяц ей был. Где ты подключился? Там, где она жила. То есть у тебя там... На тот момент. На тот момент ты жил в этом доме, и ты увидел эту энергию и вошел в нее. Ребенку 5 лет. Жила семья. И он отпочковался. И он отпочковался. Понятно. Значит, все. Это можно считать с рождения. Хорошо. Считаю, черта, цифры над головой. 5. Черт. А ты что здесь делаешь? У тебя тоже контракт какой-то? Наверное, писать не умеешь? Выйти он не может. Выйти не можешь. Понятно. Мы чистили квартиру, Вера? Да. Понятно. Ты из-за этого не можешь выйти, черт. Он показывает, что он как запутался в ней. Он в ногах запутался, не может тыкаться, не может выйти. Ну, отторгает все, его раздражает. Ну, понятно. Его окружает энергетика, от которой его просто может... И у нее ноги путаются тоже. И у нее из-за этого путаются ноги. Понятно. Так что, черт, я полагаю, что тебе даже намного важнее эта чистка, чтобы ты ушел. Правильно, я полагаю? Да, он говорит, выпусти меня. Придет время, все уберешь, я тебя отпущу на твою чистоту. Я не собираюсь чертей наказывать, если они со мной коммуницируют. Хорошо, черт. Меня интересует, где ты зашел и когда зашел? Из воронки зашел. А где воронка была? В квартире была 6 месяцев назад. Понятно, хорошо. Ребенка они не чистили, поэтому, соответственно, в ребенке из воронки остался. Хорошо, я объясняю вам процедуру. Сейчас начнется процедура реверса энергии. Отдадим вам всю чужеродную энергию, заберем всю светлую энергию. После этого я проведу рассинхронизацию. Вернее, скажу вам все убрать, рассинхронизирую и проведу проверку. И проверка будет проведена двумя миллионами герц, поэтому я рекомендую никому не шутить, а вытащить ничего, не забывать. В противном случае они могут сгореть прямо в клетке-тюрьме по каналу. Всем понятно? Всем понятно. Хорошо, все, кто пройдет проверку, все уходят на свою чистоту, как я обещал. И я даю команду тонкой копии Майи спроецировать энергетические и сферические каналы. Мама помогает. Возвращается к ней. Усиливаем потоки в 50 раз, все назад, по праву. Хорошо, черт. Расскажи мне, пока идет реверс, как твое присутствие отображалось на физическом состоянии Майи? Что она чувствовала? Усталость чувствовала, или же потребность бегать. Или усталость, или сверхактивность. Хорошо. Спрут, как ты воздействовал на ребенка? Сейчас, подожди, вот черт показывает. Хорошо. Когда сидит, он пытался разгоняться, именно бегать, он говорит, что она разгоняется, чтобы он как вылетел из нее, что ли. А вот как? Вот. И ноги заплетались у нее. Еще раз он показывает. Но вот потом усталость была. Энергии потрачены были на него. Конечно. Потому что он сидел на этой красной чакре, которая ответственная за физическую энергию. Спрут, как твое присутствие отображалось? Реверс закончился, Вера? Закончился. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой, и в порядке реверса Майя забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Майя себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Итак, Спрут. Как это отображалось на физическом состоянии Майи? Оно от него идет, что она сильно и не понимала, потому что она с ним живет. С рождения, да? Да. Ну, это все равно должна быть усталость, должны быть какие-то боли головные, ощущение сдавленности. Сдавленность, да. Понятно, хорошо. И еще от Спрута у нее как заторможенное восприятие. Ну вот, я хотел как раз это слово задать, потому что это как раз их фишка. То есть, не сразу он показывает книгу, и несколько раз картинки показывает, и посмотреть ей надо несколько раз, чтобы это встало на место, скажем так. Вот это важная информация, в принципе, для всех родителей. Если вы замечаете, что ребенок немножко тормозит, это совсем не означает, что он неразвитый. Это может означать, что причина лежать как раз в таком Спруте, который у нее сидит на голове с рождения, и не дает ему просто возможности нормально функционировать. И проявляется это в форме вот этой торможения. Самое страшное, что родители начинают давать детям таблетки, а Спруты, насколько я знаю, очень любят таблетки некоторые. И становится все хуже в десятки раз. Хорошо. Ждем окончания реверса. Закончил. Отлично, хорошо. Я прошу сейчас, синий дракон, у тебя есть что-то в биополе, ребенка? Нет, они наблюдатели, к ним даже канала нет. Понятно, хорошо. Так, Спрут, я прошу тебя выйти, вытащить все, что ты оставила, отсосать всю жидкость, ничего не забывай, возвращайся в клетку и докладывай о готовности к проверке. А, он сидит на голове, у меня еще пальцами от плеч отталкивается, и как вытягивает ее. Кошмар. Кошмар. А зачем ты, а зачем, а, он так высасывает энергию, да? Да. И укрепляется при этом. Мы вовремя его еще нашли. А мама сомневалась, проверять ребенка или нет. Вот это да, чтобы она выросла. В волосах. Да он бы просто через пару лет ее размеры принял. Все забрал. Так, хорошо. Выходит черт, снимай все свои подключки, отключайся. Ничего не забывай, докладывай о готовности к проверке. Забрал. Хорошо. Начинаем процесс рассинхронизации. Еду и команду на рассинхронизацию. Майя автоматически. Она приветствует нас сейчас. Творот полностью с нейроссронизировался. И у меня как пустота в голове. Хорошо, Майя, не беспокойся. Все, мы сейчас заполним энергиями. Все с тобой будет хорошо. Она показывает на дракона и говорит, что он не первая жизнь с ней. Ты помнишь его, Майя? Она помнит его, да. Он не первая жизнь с ней. И она хочет закончить этот контракт и пользоваться своей энергией, которая по праву принадлежит ей. И это ребенку пять лет. Вот это осознанная первая душа ребенка, или вторая, которую я увидел за все свое время. Молодец, Майя. Хорошее решение. Мы все сегодня сделаем. Итак, я даю команду на проверку. На счет 3, 1, 2, 3. Скэнер сканирует, проводит контрольную проверку. Малейшие наночастицы в ее биополе от интерферентов. Их энергии и вибрации сжигаются на месте. Чисто. Отлично. Все прошли проверку. Хорошо. Канал к дракону останется, но я думаю, с прута и черта можно отпускать. Подхожу к Майе, кладу руки на плечи и делаю импульс высокого вибрационного шока удара, сжигая каналы к интерферентам. Значит, 3, 1, 2, 3. Каналы сгорели, но к дракону нет канала. К дракону нет канала. У него этот, хотел сказать, контракт получился с каналом. Хорошо. Открывается портал в галактическое ядро. Канал улетает на переработку в чисто первичную энергию, закрывая печаты, растворяя. Черт. Ты готов уходить? Да, готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте черта, 1, 2, 3. Черт забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту, закрывая печаты, растворяя. Спрут готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте спрута, 1, 2, 3. Спрут уходит на свою чистоту, забирает все, что он с собой принес, забывая дорогу назад, закрывая печаты, растворяя. Есть. Хорошо, поехали дальше. Переходим на чистоту негативной Грегори, мешающей жизни, судьбе и здоровье, физическому и энергетическому. Есть у пятилетнего ребенка и Грегори? У нее есть определенные видео, которые она смотрит. Хорошо. Которые она постоянно смотрит. Если это сейчас вышло, Майя, это не совсем хорошо для тебя. Ты готова расстаться с этим? Готова. Открывается. Проводим работы по отключению Грегоров. Подхожу к Майе, кладу руки на плечи, помогая ей сделать импульс высокого аббрационного шока удара, отсечь от себя все негативно воздействующие на ее жизнь и здоровье биополе и Грегоры. Один, два, три. Удар. Сжигается все и Грегоры. Отсекается. Готова. Открывается портал в галактической ядровой. Все улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Интересно. Переходим на чистоту Лярвы, если таковы есть. Проявляется красным цветом. У нее очень слабая на шее. Начинающая. Очень слабая что? Ну она такая сероватого цвета. То есть начинающаяся Лярва. Начинающаяся Лярва. Хорошо. И яду командую на счет три силы. Моего намерения выдавливается вся эта Лярва. Вместе с ней фантом этой Лярвы, начинающейся. Выходит из ее биополя и зависает в воздухе. Да, будет так, а так и есть. Готова. Открывается портал в галактическое ядро. Она улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готова. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственной энергией, Майя должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Мама готова. Мама? Мама готова взять ответственность? За аннулирование контрактов и договора в Майе. Да, готова. Хорошо, я говорю вслух. А тонкая копия Майи пусть повторяет за мной. Вместе с мамой. Всякого рода дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Один, два, три. Выходят все договора. Контракт с драконом подсвечивается. Есть. Отлично. Много еще контрактов? Есть еще другие. Она говорит, что она берет ответственность, она показывает, как это произошло. Она была девушкой, очень слабой, плакала постоянно, обижали ее. И таким путем дракон у нее вышел, обещал силу, в принципе, дал. Понятно. Сделала ее, как своим. Собственностью. Убийцей, скажете. Понятно, ты убивала для его, кого он хотел, правильно? Ассасин. Ассасин. Да. Наемный убийца. Ничего себе. Какая-то страна была, Майя? Ну, Тибет сразу идет, но это была Азия. Она перемещалась в арабский страну. Все понятно. Хорошо. Итак, контракты вышли, да? Да. Она готова с ними расстаться? Готова. Я говорю вслух, а тонкая копия Майи повторяет за мной и возвращая всю свою энергию, которая вошла в эти соглашения по закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Один, два, три. Пошел возврат энергии. Если таковая есть, она есть. Готова. Открываем воронку в галактическое ядро и производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров. Аннулировано. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готова. Хорошо, дракон, я обращаюсь к тебе. У тебя есть еще контракт с Майей? А вот она, девочка, вздыхает и такое движение делает, ладошками вниз. Йога ей поможет очень с малых лет. Хорошо, передаем информацию. Держать себя в рамках. Держать себя в рамках. Мама, обязательно отдайте ребенка на йогу. Хорошо, дракон, итак, я тебя спрашиваю, тебя что-то сдерживает еще здесь? У тебя есть основания здесь находиться еще? Да, контракт был аннулирован. Хорошо, ты готов уходить? На данный момент готов. А пообъясни мне, что значит не на данный момент? Он будет проверять свои копии. Какие копии? Контракта. Копии контракта все уничтожены. Все контракты. Будет проверять свои копии. Хорошо, я тебе сейчас еще одну такую прелесть подарю. Вернее, не тебе, а Майе. И в моих руках появляется энергия печати дракона. Один, два, три. И я ввожу эту энергию, оставляя в биополе Майе. Печать дракона активирована. Как тебе такой поворот? Он говорит, что я не буду нападать. Уже не сможешь. Если есть причина, деактивировать печать можно всегда. Я буду проверять свои контракты. Вот это он говорит. Хорошо, проверяй свои контракты. Я тебя просто предупреждаю. Если я тебя второй раз найду в ее биополе, синий дракон, я активирую не только эту печать, а скину тебя в галактическое ядро. Я контракт аннулирован. Ты не имеешь никакого права на жизнь. Проверяй свои контракты. Я тебя просто могу со своей стороны гарантировать, их просто нет больше. Мы все достали. И если еще находится во Вселенной, в энергоинформационном поле, какие-то энергетику, во Вселенной, и добавляя фантомы, все фантомы, маи, все фантомы, к тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Фантом есть. Есть фантом. Да, дракон говорит, что фантом всегда можно нарастить. Понятно. Открывается портал в галактическое ядро, и фантом улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Еще есть что у тебя, дракон, кроме фантома? Нет. Хорошо. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. Один, два, три. Наверху. И синий дракон уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес, закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. По-моему, у нас у детей такого еще с детьми не было. Хорошо. Так, давай заправим маю энергиями. Посмотри, сколько энергии нужно и какая частота вибрации. 180 и 17. И на счет три в макушку головы мая начинает поступать семь высоковибрационных потоков по 180% каждый. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Все пустоты заполняются всеми необходимыми энергиями для нее. Ускоряющий процесс восстановления и регенерации. Частота и вибрации поднимается до числа в значении 17 Гц. Пошел подъем. Сделай запрос в энергоинформационном пуле на предмет откуда? Душа Майи. С какой планеты? Закрытая информация. Доступная только Майи. Только Майя. Хорошо. Майя. Любопытства здесь не имеет. Безусловно. Слава больше. Хорошо. Все верно. Подрастет, попросит нас или сама узнает уже к этому моменту. Но ребенок осознанно. Она знает манифест пять лет. Она помнит то, что было на ее планете. Готово. Сейчас будет нормально развиваться. Ничего ей уже не мешает. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется. Распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Все. Хорошо, Майя. Как ты себя чувствуешь? Она вот так ладошки впереди складывает и голову наклоняет. Спать хочет? Нет. Как знак согласия. Понятно. Хорошо. Пусть тонкая копия Майи вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. Пятьсот. Пятьсот. Нормально. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Майи до значения пятьсот герц. Пошел подъем. Скорее всего рождение, да? Нет. Хорошо. Это радость. И знаешь, что она показывает? Качели. Качели. Где она летает. То есть у нее вот это чувство полета. А это ассоциация идет из прошлой жизни, когда она могла летать на пять-шесть метров до Майя. Свобода это для нее. Хорошо. Теперь можешь спокойно на качелях качаться и дракон к тебе не пристанет. Потому что у нее нет основа. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Хорошо. Возвращаем сейчас Майю назад, а потом возвратим Анастасию. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Майи в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биополем и энергетическими тонкими телами. Я сказала йога, но это также может быть цигун. То есть это какие-то определенные движения, где она своей энергией в гармонию приводит. Хорошо. Обращаем внимание мамы Анастасии на эту информацию. Просто ребенку йога, наверное, будет более понятней. Хорошо. Я ни того, ни другого не понимаю. Так что ребенок поймет. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Да, я на месте.